Добрый вечер Субтитры сделал DimaTorzok Уверенную победу со счетом 3-1 Не дав шансов Титану Усомниться в том, что ФКСП потеряет очки Но, наверное, все-таки ФКСП сейчас Как голодный зверь Раненый зверь Которому победа была просто нужнее Титан не показался тем коллективом Который готов забрать здесь и сейчас И, возможно, даже решить вопрос чемпионства Да, мне же, конечно, с тобой согласен ФКСП нужно было догонять Включаться уже в полной мере В чемпионскую золотую гонку Меньше матчей было сыграно Были потери Мне сразу в голову приходит поражение от Комунара 1-4 Просто несуразность какая-то При всем уважении к Комунару Но, в общем, ФКСП не оставило себе шанса Кроме как выиграть у Титана Действительно сделал это уверенно Ведя 3-0 Удержали то преимущество, которое было добыто И заслуженно выиграли Ну, давай все-таки напомним Что у Титана были очень сложные поездки Чемпионат мира, чемпионат России Потому что команда ходила до финала Выигрывала их И, конечно, физическое и моральное состояние Оно не безграничное Но все-таки у Титана два состава Вроде бы каких-то потерь по травмам Как было в прошлом году нету Здесь, конечно, команда могла рассчитывать на большее На то, что борьба получится более явной Да, вот ФКСП, ну, без шансов На самом деле выиграл ФКСП владел преимуществом весь матч И, наверное, здесь спорить с этим трудно Но, опять же, повторим Что есть все-таки объективные причины Почему так Титан сыграл Да, более того, прокуратура даже могла упрочить свое преимущество Имея моменты и во втором тайме Но Титан просто как машина шел Выиграл чемпионат мира, чемпионат России В турнирной таблице чемпионата У них была только одна потеря Ты там по 10,7 накидывал, да? Всем по 10 накидывал, причем Мегатитану 7, мы не забываем про 7,2, да, с Мегатитаном То есть шел как машина Одна потеря в первом туре Ничья с контейнером И вот, ну, ты знаешь, вот, наверное, нет все-таки полноценного Какого-то вот такого Именно тренировочного процесса Ежедневного, как у профессиональной команды Да, чтобы вот функционально подсел Титан Вот в это как бы меньше мне верится Но вот что касается морального Ты сказал, моральной составляющей Ну, тяжело вот все выигрывает постоянно Ну, да, да, вот это выхлостило, наверное, Титаны где-то вот Вот на этом Этот напряженный график сыграл за прокуратуру И она собрала идеальный состав Конечно, как сыграл Бычков, да, он у нас, я не помню, в тройку Может быть, он даже попал А Кириченко 2 забил Кириченко 2 забил, да, но Бычков, вот его вызвали, да, человек играет за Чайку профессионально, да, в ФНЛ Чайка, кстати, очень здорово идет там в первой профессиональной лиге Но вот как отыграл Бычков, это просто уму невероятно сыграл Да, Бычков, конечно, супер Вот, и поэтому, наверное, да, Титан, конечно, как ты сказал, без шансов Наверное, сейчас резануло Титану, да, они будут смотреть, да, но действительно в КСП не оставил шансов Да, то есть в этой конкретной встрече Даже в какой-то момент, если, например, счет там стал 3-1, если бы стал 3-2, вот могло бы ощущение сложиться, что вот сейчас Титан может перевернуть, зажейся, но вот такого вот чувства не было, да, все-таки В КСП держал игру под своим контролем, даже, наверное, для прокуратуры немножко жаль, да, что сейчас наступает перерыв, потому что вот футбол, вот они поймали свою волну И, опять же, вспоминая Кирилла Бирюкова, который говорил о том, что вот сейчас вот у них идет вот эта какая-то искра, у них зажглась И действительно в КСП получается, и мне вот какое-то внутреннее такое ощущение, что во многом это связано с тем, что вернулся Алексей Тринитанский Вот какой-то вот он винтик добавляет для того же Бирюкова, развязывает руки и так далее Еще мы отмечали решение главного тренера Михаила Лунина, да, Заикина использовать именно нападающим, да, и как это здорово сыграло Да, и это, конечно, в следующих матчах тоже, да, то есть Заикин просто перестроился после чемпионата России, мы это в трансляции говорили, да, где он за ЦДК на позиции нападающего выступал И здесь же в КСП тренер это прочувствовал, что именно на этой позиции над Заикиным использовать, и как это сыграло, наверное, этот результат Максим, в продолжении Титана, вот, в связи с тем, что было много переносов из-за поездок, сейчас приходится наращивать, догонять, и календарь достаточно сложный Для Лиги чемпионов, встреча с прямыми конкурентами, и вот в эти выходные был матч против ЦДН, ЦДН, который абсолютно не подарок Который, естественно, будет настраиваться на Титана с двойной, а то и с тройной энергией, и, соответственно, в этой игре сумел дать бой Но это, наверное, не самое главное, перед игрой взорвалась некая бомба, да, в стороне Титана О том, что Алексей Медведев не будет присутствовать на скамейке запасных Это очень удивительно, пока официальной информации нет, но при этом есть какие-то недопонимания в стане Титана И это тоже, наверное, сказывается на игре И, наверное, в какой-то степени Титану даже повезло, наверное, что сумели набрать одно очко, потому что за две минуты еще горели 3-2 в один мяч И, на самом деле, если бы не ляп Ломоносова, то, наверное, набрал бы 3 очка Тогда бы два поражения Титана, и это был, возможно, удар Да, безусловно, и, получается, ЦДН, насколько я помню, все три раза выигрывал, да, в счете И, причем, рассчитывал на победу в этом матче Опять же, к вопросу, да, о функциональной, не о функциональной, а именно о моральной, да, ментальной выхолощенности Титана Здесь эта игра тоже подтвердила этот момент И ты, кстати, Миша, вот касательно Алексея Медведева, да, ты в обзоре правильно отметил, что он на матче-то присутствовал, да, но не руководил сбровки Вот это больше всего нас просто шокировало Вот, казалось бы, мы общались, да, у нас в журналистской среде, казалось бы, все есть Есть хороший бюджет, есть хороший, вроде бы, тренер, есть шикарная команда, футболисты, все есть, да, но вот И все равно даже, вот, казалось, в идеальном безоблачном небе появляется какой-то вот комочек серый сгусток, который вот все равно дает какие-то проблемы, да Я не имею в виду никого из конкретно людей, я имею в виду в целом, да, что в любом случае проблема какая-то, видимо, нарисовалась Раз тренер не присутствует, тренер присутствует на поле, не присутствует на скамейке Поэтому очень, ну, это все сказывается, это все сказывается в первую очередь на команде, это самое главное Если бы команда выигрывала, да, может быть, нам было бы это не столь интересно, да, мы вообще бы это не обсуждали Но, как оказывается, да, команда теряет очки и вот пока что Титан такой немножко в турбулентности находится Да, Титан уже приучил нас к тому, что это команда топ, топовая, топового уровня, вернее, здесь и тренер топ, и футболисты, высококвалифицированные там профессионалы И топ-менеджеры, и топ-менеджеры, то есть все на топ-уровне И, наверное, наше общественное и мнение масс-медиа, да, приковано уже предельно к Титану Поэтому любые какие-то неудачи, любые, значит, какие-то незапланированные потери очков, да, при том, что Алексей Медведев сказал, что не дождетесь Да, мы помним прекрасно награждение его слова Вот, естественно, это сразу же вызывает такой резонанс И, наверное, какая-то нервозность присутствует около этой команды Но надо к этому привыкать, потому что Титан стал топом последнего Да, и настраиваются, будут только так, и все силы будут отдавать, лишь бы обыграть эту команду Еще один шикарный матч у нас был в эти выходные Это Мега Титан против Транс Контейнера У Мега Титана тоже там своя заруба идет внутри коллектива, так скажем Игорь Кротков очень беспокоится, предъявляет команде свои претензии Команда вроде бы слышит, а был обыгран в прошлом туре ЦДН И вот сейчас был обыгран Транс Контейнер Ну, вот честно скажу, ощущение, что это была лучшая игра Мега Титана за последнее время Очень уверенно, очень хорошо, агрессивно, мне Мега Титан очень понравился Я тебе скажу, у Транс Контейнера, да, точнее, можно ли связать, Макс, как думаешь, отсутствие Крылова и удачную игру Мега Титана? Я как раз в превью пишу про это, и думаю, что здесь прямая связь, просто отсутствие Крылова, да, отсутствие вожака, лидера Оба, ладно, скажу, да, ну, ничего страшного, может быть, кто-то читает обзор и не смотрит передачу, или наоборот Да, оба гола пришли с фланга Крылова Мы говорим постоянно о его, значит, бомбардирских свершениях, да, о том, что он много забивает, передач голевых отдает И это тоже, потому что раз контейнер 0 забил мячей Да, и почти моментов-то не было И моментов практически не было, да, и стандарты не так эффективны Но при еще дополнении к этому, оба, оба мяча с левого фланга пришли, где Крылов играет И, кстати говоря, надо посмотреть первый гол, когда Ланцов забивает, обычно транс-катейнер в этих моментах должен выжигать Выжигать просто И Крылов эту функцию тоже выполняет, помимо всех вот этих вот гол плюс пас Да, а получается, что у футболиста, это митинг, по-моему, это был, достаточно мягко ножку Мяч оказывается у Ланцова, который, собственно, расстреливает Савойскому Вот, и это на первый вину Ланцов оттирает корпусом в ротарской практически площадке Это вообще недопустимо в таком матче И что самое интересное, да, что транскатейнер пропускает, а забивает обычно с Крыловым Вот в чем проблема Не пропустить транскатейнер, можно было засушить, что-то придумать Но когда 0-1 уже, да, это уже совершенно другое Без Крылова, увы, транскатейнер, немножко другая команда И, как мы видим, что даже голы даются с трудом Поэтому здесь, Максим, все в совокупности, на мой взгляд, да Но Мега Титан здорово сыграл И в таком пребывает сейчас в хорошем Должен пребывать в хорошем настроении Владимир Читая работает Владимир Читая тоже все видит Ну, все-таки футбольный человек Он обещал в интервью, что вернет Мега Титану былые высоты Вот выполняет И еще один матч, который бы я хотел отметить Это Готагов против Портера Честно говоря, кто-то говорил вообще, что Готагов здесь фаворит Ну вот у Портера, да, подъехал питерский десант Но, чтобы в одну калитку Так, честно говоря, это было неожиданно Это самая слабая игра Подопечник Санслана Готагова В этом сезоне А может быть и вообще за длительное время Пребывания в западной премьер-линике Может быть и самая слабая игра Но, честно говоря, вот даже зацепиться За что-то у Готагова нету Не было, да Было даже при крутом счете желание Да, старались бежать Что-то, да, вообще ничего не получалось В обороне плохо, в атаке ужасно И, я не знаю, как так получилось Почему так у команды, которая вроде бы есть претензии на чемпионат Подходит в таком состоянии Ну, тут понятное дело, что тут Леваку, Шмонин, Пятников, Герман, Капитан Золотого Тоже приехал, мы его не видели до этого, да, практически Вот здесь тоже он оказался на игре То есть там не то, что десант Там вот весь атакующий Весь ромб Сборная России Полузащитников Это сборная России Да, она противостояла Готагу Сосланной говорил о том, что имеются травмы у команды И, допустим, функциональная готовность еще не нарочена Гай Гнобо, который мы очень ждали Максим, ну сейчас декабрь, функциональная готовность, она уже должна быть нарощена Это еще в сентябре, можно так сказать Понятно, что ее, той готовности, которая достигнута, недостаточно, чтобы противостоять сборной России Мы вот должны так говорить, потому что, ну реально это выходит четверка, да, которая сыграна Нет, ну вот смотри, матч с Титаном, который был в начале чемпионата Готагов провел хорошо И доставил Титану проблемы Титан сейчас, Титан ослабее, получается, Портерес Сослан сказал в интервью, что как раз таки не смогли никаких проблем составить То есть там решилось все в самом начале встречи Итогу счет 4-1 Он сказал, что шансов с Титаном не было Ну все равно смотрелись не так Безнадежно? Безнадежно, да, как в этом матче Честно говоря, здесь в одну калитку и Портер заслуженно одержал победу Вот опять же, про Портер мы говорили Мы не знаем, какой он настоящий, какой нет И вот у нас завтра выйдет интервью с Алексеем Клинкиным А может быть, кстати, сегодня даже уже вышло оно С Алексеем Клинкиным, который, кстати, обо всем этом мало говорит Тоже можно будет посчитать Максим, давай вкратце пробежимся по одному матчу По 1.16 Кубка ЛФЛ Более подробно поговорим о следующей передаче Когда пройдет второй уже матч И мы уже обсудим плодотворно, так скажем Готагов обыграл Успенская со счетом 3-2 И вот Готагов за сутки сумел настроиться Сумел переломить себя Вот за это уже можно похвалить Саслана и его команду Потому что, да, опять пропустили Горели 0-1 И казалось, что опять продолжается эта черная полоса Но собрались, сумели еще в первом тайме выйти вперед И довести диоды победы Да, счет скользкий, но где-то психологический Может быть, все-таки будет полег Еще через 2 недели Да, соглашусь с тобой, Миш Тут еще надо, конечно, учитывать, почему результат Результат, в принципе, ожидаемый Да, даже Ильдар Зарипов говорил, что фаворитом в матче является Готагов Да, выиграли речные с счетом 3-2 Это, в принципе, было ожидаемо Но вот все равно не сказать, что победа им просто далась Да, сказать тяжело, действительно, вытащили, проигрывали Волевая победа Здесь еще, вот только сейчас я смекнул Надо учитывать фактор, что команда интернациональная Команда африканская Вот каково И мне Саслан Готагов говорил, что скорее бы уже зимняя пауза наступила Да, чтобы холода прошли Чтобы все болеющие залечились И мне кажется, что все-таки, несмотря на адаптированность определенную Да, футболистов Готагова, африканцев я конкретно имею их в виду Тем не менее, конечно, им в такую погоду непривычно и все равно и некомфортно играть Ну, может быть, может быть Тем не менее, играть надо Играть еще несколько туров придется Давай посмотрим на календарь Календарь у нас, кстати говоря, очень и очень интригующий Во-первых, в субботу Трансконтейнер Портер сойдутся Тоже результат на три исхода Опять же, вернется ли Павел Крылов От этого тоже, возможно, будет зависеть результат команды Играет ФКСП с Готаговым Тоже в субботу, да? Тоже посмотрите, интересно Успенский Феникс 9 тоже, да? На три Результат на три исхода Ну и в воскресенье Титан Портер Ну, тоже интереснейшая встреча Которую покажем мы в прямом эфире Собственно говоря Да, есть на что посмотреть И вот эти переносы Они вот сейчас командам как раз приходится доигрывать Но тем интереснее, чем жарче у нас получится, собственно, в декабре Все четыре встречи классные, да, действительно интересные И мало где можно сказать точно, что вот это выиграет команда Практически интрига есть в каждой игре Да Ну, вот касательно Портера Мне тоже еще отдельно хотелось отметить Что учитывая, что у них Трансконтейнер и Титан Да, два дня падает Я так думаю, что этаж в какой-то гостинице забронирован Под Питер и Смоленск Я думаю, что... С табличками Санкт-Петербург Санкт-Петербург, да И Смоленск тоже присутствует Да, я думаю, что весь, собственно говоря, все совместители, так назовем Все остались, наверное, в Москве И проведут эту встречу Поэтому Трансконтейнер с Титаном расслабляться не надо Конечно, конечно Я полностью согласен И то, как сыграл Портер Еще дополним, Макс, твои слова Что Портер не смотрится явно на ул-цайде Я могу сказать, что Трансконтейнер может быть даже чуть и фаворитом С этими игроками, точно Да, да А с Титаном, как минимум, могут сыграть, наверное Ну что ж О премьер-лиге на этом все Двигаемся дальше Поговорим о вторых дивизионах Продолжаем мы говорить о западной лиге На очереди вторые дивизионы И начнем мы по хронологическому порядку Дивизион 2А И к нам присоединяется наш гость Постоянный эксперт второго дивизиона Человек, чья команда лидирует в этом дивизионе Роман Долженко, Роман Карманов Сегодня у нас в студии Ром, приветствую тебя Привет, коллеги, привет, друзья Ром, ты знаешь, я что-то вспомнил вдруг неожиданно о москвиче Ты приходил, да? Нет, все, в Сочи уже все Они забыто, там тепло хорошо И вспоминать очень грустно на самом деле Но мы в прошлой передаче, когда ты приходил, мы говорили о москвиче Я задавал вопросы о том, что вот, москвич играет, как же так Не очередности Вот москвич ушел Стало ли грустно без этих футболистов? Без футболистов? Да нет, мы с ними встретились всего один, получается, там два раза, да? Когда один, кто-то два раза за прошлый сезон Ну, встретились, ну и хорошо А два раза мы с ними сыграли, да, в прошлом сезоне А стало ли грустно? Да нет, конечно, почему? У нас ровный классный дивизион, все играют, нет тех людей, которые выиграли чемпионаты России Играли в Еврокубках профессиональных Все ровненько, все интересно в спортивном Ну вот я смотрю на турнирную таблицу и вижу, что Макарена, твоя Макарена, родненькая, да, сейчас лидирует в дивизионе Расскажи об этом взлете в этом сезоне Я бы сейчас во всех красках расписал, но Тарас меня вот прям перед эфиром Попросил, говорит, это много про нас хорошего, не говори, еще дело не сделано Давай поменьше, дифирамбур Сейчас мы будем нахваливать Тем более, что у нас были уже случаи И Литуаль немножечко так после эмоциональных всплесков своих и речей Сереги Жмучкова Немножечко так проседала в результатах И вот недавно, ну недавно, ну недавно, ну недавно, даже Да, 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 и классика тоже после того, как Женя Кривокин пришел сюда на передачу Они тоже немножко так притормозили свой вход Поэтому я так максимально сдержанно, но да, естественно, не без доли радости в голос Смогу и констатировать, что добралась Макарена до первого места Очень тому факту рад У вас была тяжелейшая встреча против Олимпа На тот момент вас разделяло всего три очка В первой встрече, то есть в игре Олимпа было бы равенство А так у вас на шесть очков уже больше Четыре-три победа Ну это если относительно Олимпа считать, да Но там же, повторим, сейчас идут ребята из Кунцево, молодежь Ну сейчас мы об этом и поговорим Я имею в виду встречать Если говорить про Олимп, да, конечно Во-первых, могу сказать, что именно лично меня Олимп в этом сезоне по-хорошему удивляет Я, честно, не ожидал такой прыти от них Насколько я понимаю, больших изменений в команде не произошло Но при этом качественно, ну, по крайней мере, на данный момент На этом отрезке дистанции они идут довольно высоко в таблицу Вот недавно они были там вообще в тройке Здорово очень Я ожидаю, да не обидьтесь на меня Дима Маурин, Слава Копылов, мой сосед по дому И Андрей Малахов и все остальные ребята из Олимпы Но я ожидаю, что немножечко они все равно еще опустятся Потому что у них сложный календарь У нас как-то так случилось Получилось, что у многих команд Вот эта вот первая часть сезона Еще на две части в себе разделилась Потому что в первой части кто-то играл только с лидерами А вторая часть наоборот Играл в первую часть только с командами Там из середины и из низа таблицы И вот сейчас они будут играть с лидерами Вот Олимп как раз одна из всех команд Которая большую часть игр в первую часть сезона Сыграла с командами, ну, скажем так, послабее Сейчас они вот теряют довольно много очков Потому что я встречаюсь с командами посильнее Но все равно там они, да, с кем-то кусаются Кого-то они обыграют, играют в ничью Но я жду, что, ну, скажем так, в пятерке Вряд ли, я думаю, они будут Если мы заберем еще вот ту атуру, которая будет сыграна после нового года Ну, если говорить непосредственно... После нового года это уже в марте Да, ну, наши два тура будут там доиграны Эта часть сезона Но если говорить непосредственно об этом матче Я пришел на игру где-то там в начале второго тайма И берег силу на дубль против Атлетики У нас сразу была игра следом Да, сначала игра основа с Олимпом А потом дубль Макарен играл с дублем Атлетики в 2б И вот заруба у Макарена и Олимпа Получилось, конечно, на загляденье Макарена вела к концу первого тайма 3-0 Где-то там в середине, ну, по-моему, к середине, если не ошибаюсь Второго тайма, еще стал 3-2 Там нам привозили и наши игроки тоже голы И Дима Маурин как раз забил, по-моему, пятка, если не ошибаюсь И очень напряженной была концовка Ближе к концу уже 3-3 стал счет Сравнял Олимп И вот прям вот в самой последней атаке На вот прям вот под свисток практически Как в хоккее говорят, сирены Наш центральный защитник забил победный мяч Такие там эмоции были просто Макс Акрасный спрашивал в тот момент Финал Кубка выиграли, там вообще просто так все радовались Там чуть ли Тараса там не качали Хороший, хороший был мяч Такие победы, они на самом деле очень ценные И добавляют эмоции И, конечно, они дают импульс для движения Да, слава богу, эмоции выплеснулись И нам это полегче потом было уже Потому что Тарас и Лосип помогали Да, Лосип выходил, Тарас выходил Ну, Тарас, по-моему, всю игру с заменой проиграл Кто-то еще был за основу Ну, в основном, да, они вдвоем Ну, классный, конечно, матч с Олимпом получился Танцовка такая Ну, и первое место закрепили вы Ром, такой вопрос, который Тарас не очень бы хотел услышать Перспективы Макарены на длинный дистанц? Да, в принципе, уже длинный дистанц и пройден, на мой взгляд Понятно, что можно, ну, и нужно говорить о том, что еще далеко не все сделано Но проведена, на самом деле, именно Тарасом, как руководителем команды Проведена большая работа по комплектованию Да, мы знаем, что многие крипок пришли Игроки сильные Появился дубль Что, опять же, позволяет и сохранить костяк, скажем так, исторически ценных игроков для команды Но в какой-то степени им сложно соответствовать новым задачам То есть такой еще выход был найден И все это дает плоды На данный момент промежуточное первое место Но в целом, даже если бы, допустим, Макарен шла на первом месте, скажем, в тройке Я думаю, в этом-то раз мог бы быть довольны И он, и, в принципе, вся команда Получается так? Хорошо, отлично Что будет дальше? Посмотрим Опять же, у нас такие перерывы между частями чемпионата Вот эта вот зима Что там будет после этого? Кто его знает? Может, не дай бог, кто-то куда-то уйдет Кто-то где-то заболеет, еще что-то случится Естественно, я надеюсь, все этого не случится Может быть, конкурент усилится настолько, что будет невозможность им противостоять Может быть, все что угодно Пока не то, что спокойно Мы смотрим будущее с содержимым оптимизмом Ну, также с оптимизмом смотрят будущее и Кунцево-98 Я напомню, это команда, которая стоит из выпускников футбольной школы Кунцево 98-го года рождения Которых тренирует известный нам игрок Спарты Это Каид Спорт, это Дмитрий Калинин И совместно с Петром Ивановичем Семшовым Это отец известного футболиста Игоря Семшовым Который сейчас второй тренер в Тульском арсенале Ну и играл за сборную и так далее Все прекрасно помнят его Ну вот, Кунцево встречалась с нестандартом И обыграла, ну, очень уверенно Мне казалось, что будет какая-то борьба У нас есть как раз видео этого матча Есть голы Почему так легко получилось? Саша Бабурин в капитанском чате писал, что, к сожалению, не удалось собрать сильнейший состав на эту игру Честно скажу, ну, я не то чтобы, наверное, ожидал потери очков от Кунцево Все-таки очень уверенно, именно и в том числе на дистанцию билет команда Но я тоже ожидал достойного сопротивления со стороны нестандарта К сожалению, не получилось Нестандарт в этом сезоне тоже очень хорош И, опять же, я вспоминаю очную встречу Единственный матч, который я сыграл в этом сезоне за основу Это как раз был матч с нестандартом И, конечно, там ребята себе показали очень здорово Они всегда славились своим характером Но сейчас как-то, помимо характера, у них есть еще и классные такие футбольные моменты В плане там хоть тактики, хоть чего угодно И я уверен, что если бы получилось все-таки им собрать оптимальный состав Они бы дали, ну, по крайней мере, опять мы не увидели У Кунцевата, в принципе, есть большое преимущество Они тренируются, у них есть такой более-менее профессиональный подход И более того, это ребята, которые в спортивной школе играли друг с другом Это ребята с одного возраста Которые несколько лет играли вместе Просто потом вот они разошлись на какое-то время Никто себе, так понимаю, ну, к крайней мере, большая часть из них не нашла себе в профессиональном футболе И сейчас они просто вместе играют Получают от этого удовольствие Им понадобилось несколько туров Там, туров 4, по-моему Тур 3-4, да, они привыкали к этому 8 на 8 Они вспоминали, что такое футбол, вообще, как выглядит мяч И после этого их было почти не остановить У них было еще, по-моему, пара поражений, если не ошибаюсь Но, скорее, это все-таки из-за разряда недоразумения, наверное, можно так сказать Я не помню уже от кого, но мы можем это посмотреть В целом, да, команда вызывает уважение И наверняка на вторую часть сезона они будут ставить перед собой цель подняться в первую лигу Давайте еще посмотрим несколько голов В матче Медик-Миф, здесь тоже ничья, причем достаточно крупная Наверное, тоже один из самых неожиданных результатов, согласны? Наверное, да, здесь опять же соглашусь Да, Смиша, вообще трудно спорить, Максим мне нравится, он сидит и молчит Он размышляет, я могу о всем размышляет Что-то такое громольное сказать, что не понравится и потом опять не будет Нет, конечно, я напомню, те, кто не знает, Максим играет в дубле Атлетика, Рома Макарена дубля Но они единственное в 2Б дивизионе, мы будем говорить чуть позже, о нем, когда Николай к нам присоединится И Максим всего, наверное, хочет сказать о том, что как же так, Рома забил в моей команде, а я твой нет Да, в общем-то, хочется это отметить и обязательно скажу Ну ты что, по коленке бьешься, я думаю, что за непонятный поведение В рубрике 2Б тогда я скажу Да, но она будет чуть позже Если позволите, раз мне дали слово, про Кунцева 98 я хотел еще отметить, да, что у них 98-го год рождения 20 по 21 год, это самый сок, это самые силы И не надо забывать еще, что Кунцева 98 догоняла календарь И они играли, сколько в уикендов, они играли сдвоенные туры Что не мешало им просто выигрывать И все равно 4 поражения Сначала опять же мешало, да, потому что им как раз первые три полном матча проиграли Но потом им набрали А потом до них не стало, например, они привыкли к этому В субботу и воскресенье Там физуха сумасшедшая И игра поставлена Я бы сказал, что это вообще первые претенденты из 2 на повышение опыта Ну, наверное, да Ну, по потенциалу, как минимум, да, я с вами согласен Тоже это, наверное, такой, ну, фаворит, так скажем, потенциальный, серьезный Да, согласен Давайте посмотрим все-таки забитые мячи Медика и Мифа 4-4 здесь ровно Это один из самых, опять же, неожиданных результатов, да? С одной стороны, да Потому что все-таки Медик буквально две недели назад был лидером, был на первом месте Да, да, да Миф, ну, он традиционно старается играть со всеми, отбирать очки у всех Но, получается, это далеко не всегда В силу его разных причин Но Андрея Апостола, да, Сергея, мы все знаем, уважаем за то, что он уже столько лет отдает себя и команде, и ЛПЛ в целом Сколько людей прошли через Миф, это просто не передать, которые потом играют и в эссайд Ну, по очень многим командам они играют А что же касается непосредственно результата, почему он, ну, не совсем, наверное, неожиданным Потому что, если мы вспомним прошлый сезон, Медик шел без поражений, если не ошибаюсь, как раз-таки до декабря И вот в конце года календарного у них начался спад, они начали терять очки То же самое продолжалось уже после Нового года Ну, что будет после Нового года, мы посмотрим Но, опять же, и здесь Медик, во-первых, он начал играть с сильными командами С конкурентами, именно как раз-таки с Макареной, с Литуалью С Литуалью Миф, миф, миф Нет, я про Медика пока Я понял, Медик-то с мифом играл Миф можно отнести как? Вот, до этого были три матча, в которых Медик потерял очки То есть, я к тому, что, ну, те петель потери можно объяснить вот этим фактом Потому что играли с другими лидерами А потеря очков в этом матче, опять же, учитывая, что миф ввел 3-0 Ну, я не знаю, может быть, уже какие-то тут уже и психологические моменты закрадываются Может быть, уже и ребята вспоминают, что вот в прошлом году было то же самое Мы посыпались в декабре, ну, кто знает, я не знаю Я с Шамильом на подобные вопросы с Итиковым руководителем Медика Разговаривать бессмысленно, он человек довольно-таки закрытый И вот такие вот, скажем так, инсайдерские вещи, касающиеся именно текущей ситуации Он выдает очень нежелательно, ну, это можно понять Дмитрий Цурюпо есть тоже, вот к нему Предлагаешь его разговаривать? Я предлагаю, да, к нему, мне кажется, с ним больше шанс выйти на контакт Найти вопрос, который тебя вот эти шансы интересуют Человек с юмором, который говорит, что задача Медика – не выйти Да, 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 да Поэтому, какая-никакая задача, правильно? Это же лучше так вообще вообще не надо Вот в прошлом году ребятам удалось хотя бы не лидировать в чемпионате, но в итоге... Ну, вот по игре на футбольной команде Ростов Такое ощущение, что у Ростова задача, все знают о проблемах финансовых, да, это небольшое отвлечение Вот в финансовых проблемах в Ростове, там сколько-то месяцев уже, там 3-4 месяца не платят зарплату И по последним играм Ростова, если не брать Спартак, там вообще отдельная песня То такое ощущение, что у Ростова тоже задача не выйти в Еврокубке, да, после того... Да, у нас мало лидировали Вот Медик что-то похожее в данном случае Ну, а ФНЛ, да, там, особенно в конце сезона Хорошо, чего ждать от Цемента, который идет вверху, но при этом надужно играет та же Виктория 4-3, всего лишь победа Цемент это моя боль, такая же, например, как вот эти вот рюмочки, где написано бутылочка Балантайса, а здесь налит Байкал, ребята Зачем ты нас сдал? Что за передача там был Балантай? Друзья, я напомню, что это не правильная информация и факт, что там Байкал Да, может быть я муклирую Что касается Цемента, это вот моя боль, почему? Потому что вот они как раз одна из всех команд, которые в первой части сезона играли с лидером в первую очередь, с командами из верхней части турнира таблицы, играли неплохо Кому-то порыграли, кому-то выиграли, но в целом не держались даже вот там в первой семерке пьет, то и дело Учитывая, что играли опять же там и Литуале не обыгрывали, если не ошибаюсь И где-то вот проходит тур примерно тринадцатый-четырнадцатый, наверное, я продолжаю петь эфирам по Цементу, говорю, ну вот сейчас ребят попрет Они со всеми лидерами сыграли, им осталось там буквально с одним-двумя сыграть, все остальные команды из нижней, там часть таблицы, из середины Сейчас они будут рвать всех, ждите их точно в пятерке к концу первой части чемпионата И фигуа называется Цемент начинает терять очки просто вот на ровном месте, что называется И вот какие-то спасительные для них выигрались в прошлые выходные, они выиграли две игры У них были с Викторией и с кем еще одна игра была А еще одну проиграли? Если не ошибаюсь, они обе игры выиграли в те выходные именно Проиграли Айфу Проиграли Айфу Проиграли Айфу, да С полевыми игроками в воротах Да, 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 и это вот опять-таки к разговору о том, что ну вот Айф Мы знаем, кто более-менее интересуется жизнью дивизионов Знаю, что у Айфу сейчас довольно-таки, ну есть трудности с составом Потому что очень много травмирует, в первую очередь, игроков у команды И Цемент проигрывает И Цемент, который вот недавно ушел в пятерке Там обыгрывал и Макарану опять же Цемент обыгрывал Как так? Я задавал этот вопрос Анатолию Граку, капитану команды Вот неделю назад буквально он говорит Ну вот там где-то там состав у нас не подъезжает При том, что они вернули, помните, в прошлом году там у них феерил в прошлом году Да, Артем Лярин, он уходил, тут они вот как раз его вернули И после этого у Цемента два поражения подряд Или там три даже было, не помню Вернули на свою голову Да, но в справедливости Радио он только в одном матче тогда принял участие У других его не было Но как будто ни было, как-то вот мои прогнозы они просто разрушили на карме практически Ну это с одной стороны хорошо, это футбол Вот вы знаете, я смотрел на турнирую таблицу где-то после пятого, шестого тура И видел Фиолон внизу И когда-то там приходил представитель Фиолона, Даня Тенёв Да, 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 говорил и в принципе Человек, который никак не вернёт нефильтрованного литра Ну это мы с ним просто никак не можем пересечься Он не уверивает, он готов Ты бери с него пенью Бросать Вот, тоже запрягали долго, но сейчас попёрли, да, получается? Ну опять же, похожая история в зеркальной Они, наоборот, первую часть А, ну то есть да, они так же как и Цемент во многом Первую часть сезона играли с более сильными командами Сейчас остались с них, ну такие, скажем так, попроще соперники Но и да, и они тоже немножечко как-то преодолели свои трудности, которые у них были в виде Плохой реализации моментов, на это они порой жаловались Плохого сбора и ещё чего-то И сейчас, да, ну они, в принципе, ещё как они зашли в прошлом Даже получается, по-моему, в конце прошлого календарного года, по-моему, да, они у нас появились И оставили себе, с первых же игр они оставили себе хорошее впечатление Нет, в этом году они календарно появились Во втором же круге они пришли вместо кого-то Да, 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 и с ходу начали у лидеров очки С кем-то там сыграли ничью лидеры По-моему, с Мериком По-моему, сыграли ничью лидеры И сейчас они оправдывают, да, слова о них, как о команде боевиты О команде, которая может бороться за высокие места Ром, ещё бы я бы отметил из тех результатов, что были у нас на выходных Это достаточно непростую победу классика На это НТБ 3-1 Вот у классика что, небольшой кризис сейчас? Хотя вот они тоже шли, казалось бы, вот-вот в тройке только Да, да, сложно сказать, с чем связаны такие вот трудности классику Ну, да, я понимаю, там одно дело терять очки в матчах с Литвуальсом и Кареной И другое дело, ну, это почти на равном месте И если бы они ещё и с НТБ потеряли очки при своём уважении к ребятам Я с большой всепатей к этой команде отношусь Так немножечко оступлю в их сторону сейчас После какого-то матча, я про это писал в статье Я не помню, с кем играл в НТБ, но очередное поражение, по-моему, крупное было Что после этого делать большинство команд? Ну, там, всё, пока, там, всем до свидания, всё, счастливо Разбежали, да, никого нет Атлетико делётся, например Ну, тоже хороший выход А потом между собой или с кем? Между собой И потом обнимаются Ребята из НТБ отходят, заброшут Ну, мы уже выходим на поле Я не помню, кто там играл Или я просто присутствовал рядом с полем тогда, не помню Ребята из НТБ встали кружком рядом с полем Один, два, три человека что-то рассказывают, показывают Что-то они обсуждают абсолютно всё Никаких криков, никаких повышенных тонов Они ещё в начале сезона, когда я общался с представителем команды Они говорили, что мы вот, ребята, которые вместе учились Мы друг друга любим, уважаем, мы хотим просто вместе играть в футбол И от этого кайфовать Вот они стараются как могут И вот ещё раз отмечаю, что Максимально уважительно они относятся и к себе И к такому виду спорта, как к футбол И при этом у них там не опускаются руки Они продолжают делать это дело вместе Что же касается классику Ну, то есть ты отмечаешь НТБ, да? То есть положительно Да, да, я про это и говорю Я исключительно положительно именно к ним, как коллективу отношусь в первую очередь Что касается классику Ну, уже сколько раз, да, я где-то, наверное, первую часть сезона Первую часть вот этой вот половины сезона Мы, наверное, говорили, что классику это один из главных фаворитов дивизиона Потому что команда поиграла и в первой лиге И она там вроде бы неплохой футбол показывала И здесь стартовала хорошо Долго время шла без поражений Но какие-то, да, какие-то спалки не бывают Причём, вот я обратил внимание по вот этой вот Табличке прогресс, да, где вот эти вот Кружочки зелёный, красный, жёлтый отражаются у них Именно как-то сериями идёт два поражения Потом пять победы, 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 победы Три поражения, победы, победы, победы Вот не знаю, когда я тебе сюда следующего подлога? Ну, ты прогнозы какие-то делаешь как на этот счет? Я делал прогноз неделю, по-моему, назад Вот в прошлой статье своей И по этому прогнозу, ну, сейчас здесь Не очень хорошо пловит интернет Я сейчас не вспомню, какое место я им отвёл Но примерно, ну, где-то место пятёрки точно Где-то третья-четвёртая Первое было у меня у Кунцева Второе не скажу, у кого, иначе раз меня побьёт Ну, мы тоже промолчим, не будем говорить вслух Ром просил журналистку солидарно соблюсти Потому что, если Женя Савин, да, в своей передаче «Красава» Он как бы на удачу там топчет там То у нас всё наоборот Поэтому мы умолчим Не будем называть себя из уважения Сделаем миджи Ну, ещё один матч, который я бы отметил, Рома Это победа флагмана Вот это мне очень интересно И здесь я бы хотел твои комментарии услышать Как ты общался с Бариком Ты сам присутствовал на игре? Нет, я не Барик не присутствовал Мы решили солидарность не считаться Здесь тебя люблю, да? Я ещё не в курсе, как это случилось Потому что Барик сухо отписался по результату Я даже вообще не писал Как это произошло? Миша, за флагман играет мини-футбол Я знаю Нет, нет Я уехал Я посмотрел 10 минут Барс-дубль Значит, владел инициативой Если честно Были какие-то подходы Опасно наносил там удары Несколько раз Алексей Сафронов потащил мячи И когда я уезжал Мне показалось, что Ну вот, должны сейчас забить и спокойно выиграть Но потом раз говорят 1-3 Ну вот так вот Ну, на самом деле у нас была игра То или ещё что-то А, основу играла И многие футболисты перешли как раз играть Против За дубль против флагман Собственно говоря Ну, видимо Барик специально построил матчи Чтобы он понимал, что Видимо Барик Нет, нет, мы ставили Мы ставили Мы на самом деле Ну, можно и так сказать Да, дружеская команда Поэтому решили Надо и пора Выиграть Нам что? Нам ничего, собственно говоря Мы не боремся Ни за верх Ни за низ Мы идём в сердиночке спокойно Не, ну дубль Барс сейчас не плохо Тоже приподнял Не, ну если Если кому Наркет надо Вы Говорите Пишите Стимулирование на победу Никто не отменял Чтобы Валантесов Настоящий Следующая передача Да Поэтому Флагман Прервал свою серию Неудач И Я надеюсь, что После тяжёлого начала Да Все прекрасно И ты писал Говорили мы Надеюсь Команда сможет Вновь стабилизироваться И Может быть Добраться Вот До тех Позиций Которые будут В начале этого сезона То есть до первой лиги Давайте посмотрим На Турнирную Турниру Не сейчас Не сейчас В будущем Да Давайте посмотрим На Турнирную Таблицу Полностью Практически Одинаковое Количество Матчей Сыграл Больше игр Потому что Они как раз попросили Своих соперников Почему они сыграли В прошлые выходные У них был только один матч И они воспользовались случаем Попросили своих соперников Соответственно И Викторию Сыграть Два оставшихсяся матча пораньше И вот Семенцевой футбольный год Уже закончил А все остальные Долго отдыхать Долго отдыхать придется На самом-то деле Ну там же Очень многие ребята Со Смоленской И лишний раз им ездить Конечно Я думаю не очень давно Может быть кто-то Отпуск берет Под новогодние праздники Не знаю Ну еще долго на самом деле Относительно долго До Нового года Давайте посмотрим На Календарь Здесь Каких-то вот Топовых матчей Нет Я так понимаю Да Рома? В игру Несандарт Медик Потому что Мы уже отмечали Что Несандарт Очень Боевито выглядит В этом сезоне И При условии Оптимального сбора Он может задать жару кому угодно Ну а медик Ну посмотрим Ну посмотрим Как он сможет Сможет ли он выйти Вот из этого пике Получается Если не ошибаюсь Четыре матча Команда не может выиграть Да Игры с лидерами И вот ничья с мифом В прошлом туре И так же еще в воскресенье Интересная встреча Виктория Фиолон Ожидается Думаешь Виктория сможет Доцепить очки? В этом встрече На самом деле Все что угодно Потому что Ну такие Как часто мы Любим такое клише Встречаются Две игровые философии Одни Это Комбинационный футбол Если Двумя словами А другие Наоборот Скоростно-силовой Футбол Основанный Именно на физике На бегах Туда-сюда Я помню Как раз Илья Альденев Когда был в гостях У вас Отмечал Что Немножко обидно Было мое сравнение С качерниками Туда-сюда Всей команды А Виктория может на этом поймать Потому что Там достаточно техничных Умных игроков Это не значит Что в Фиолоне их мало Ну посмотрим Все игра судит Только в футбол Давайте посмотрим Таблицу бомбардиров Здесь Рамиль Растунков Из классика Кстати говоря Лигирует Он Уже Длительные года Является лучшим бомбардиром Команды И даже У нас было с ним Как-то интервью На втором месте Андрей Лосев Твой одноклубник Макарена 34 Забитых мяча Дмитрий Маурин 28 Олимп на третьем месте На пятом На четвертом Богдан Петыш Радзори На 27 Забитых мячей Но Богдан Петыш Перешел в Успенской Но я вам скажу Что Богдан Хочет обратно И вполне возможно Что в трансферное окно Мы Увидим его опять Продолжающим Продолжающим Забивать голы За Радзори Но это было бы интересно Потому что Радзори Конечно Грустновато без него Во многом Все-таки эта команда Держалась Не знаю, как сейчас Пока я после этого Вау Еще не видел Держалась именно На талантах Богдана Да, ну и С пятого По Седьмое место У нас Тарас Тарасов Евгений Кривойкин И Александр Щербаков По 24 Забитых мяча Но у Щербакова Один гол в пенальке Я это не считаю Я думаю Мы не гол в пенальке Потому что здесь Как-то подозрить Не считать Незасчитанно Но если вы про таблицу Бомбардиров Говорите Я просто отметил Что здесь По два человека И двух команд Это Растунков И Кривойкин И Тарасов И Лосик И Макарами И это Как раз Такие команды По-моему Единственные Кто-то есть Кто-то больше 100 забил Ну Классик Мы помним Были два матча Когда они По 20 с лишним мячей Отгружили Да Молоту Рекорд На рекорд шли Да Дмитрий Молин Кстати был Травмирован Достаточно длитное время Да Поэтому сейчас У него было бы больше Да Установился Вам забил Макарами То есть он будет продолжать Спорить Да Конечно Ну что ж Ждем выходных У нас Скоро закругляется Футбольный год Осталось всего Пару матчей И будем все Отмечать уже 2020 год Ну а мы Пускаем Романа Карманова К своей семье И поговорим о втором Дивизионе Группы Б Пока Продолжаем мы говорить о вторых дивизионах Следят Значит Символизируют о том Что наступает конец года У нас впереди Новогодние выпуски Собственно Передача одна Из таких Которую вот Через несколько недель Мы уже Сядем как бы На свои диванчики Домашние За свой стол И увидимся уже как бы В весенней части Чемпионата Когда снег наверное сойдет Как бы И больше будет солнца Опять нас радовать Согласен Коля Вот ты сказал что Диванчики то у нас мягкие А вот касаемо футбола Какие команды не мягкие Во втором Дивизионе Какие мог бы отметить С этой точки зрения Ну я во первых хочу отметить Что наверное Этот сезон Во втором Дивизионе Самый такой Необычный И связан это в первую очередь С тем что у нас Большое количество команд Здесь присутствует То есть 26 коллективов Которые зашли на старт сезона Это я даже не припомню За всю историю Длительную историю Начиная Я еще только сам Приходил С 2002 года У нас там уже были Полноценные Там тоже А и Б Ну команда ограничилась Там порядка 18 Наверное команд Держалась длительное время Вот Максим даже наверное помню Как бы те времена Тоже как бы И вот сейчас мы Раздулись До таких 26 Что касаемо С самого сезона То я думаю что Сейчас к нему Вошли Такие достаточно Оптные коллективы Даже молодые Которые уже успели Немножко адаптироваться И честно сказать Что дивизион Не слабый Даже несмотря на то Что мы какие-то Матчи наблюдаем У нас присутствуют У нас присутствуют Какие-то Достаточно такие Ну крупные счета Бывают там даже Двузначные Но тем не менее Что если вдруг Ты где-то расслабился То Тебя может Команда Которая там Ты находишься на вершине Команда там На противоложном полюсе Она спокойно тебя может Играть Ну не спокойно Даже в трудовой борьбе Но легких матчей В принципе не бывает Ну вот я бы Глядя на турнирную таблицу Все-таки бы отметил Такое падение Вот Можайского Который В начале сезона Был В верхней части Турнирной таблицы Мы ставили даже Матчи как одних Центральных Под запись И так далее Но вот как-то сейчас Скатились они Но при этом Все равно Кусачья команда Да Можайский Несколько лет Показывает такую Ну если сказать Как футбольный термин Может быть наверное Нестабильную игру У них очень зависимо Все идет от состава Если они собираются Своим полноценной основы Которая сейчас имеется То они Могут дать бой Любому коллективу Мы видели это И в прошлом году Когда они там Бились с тем же импульсом На ровне И вот В этом году Мы ощутили очень хорошо Да Максим ощутил на себе Когда Вроде атлетика Так хорошо шла-шла А потом Сдвоенный турков В том числе на Можайский Был 7-1 Ну Причем до этого Можайский умудрялся Проиграть Отражению Там 4-2 Был поединок Насколько я помню И в этом году Ну все у них Зависит немножко От состава И Вы знаете Если вот так Чуть-чуть Вперед забежать Бывает что Чемпионат Которые там Российские Английские По итогам сезона Выбирает там Допустим Самые Переоцененные Самые Недооцененные Команды То я могу сказать Даже ниже середины Почему ты С чем это можно связать Если Какое-то объяснение Какая-то информация Может быть В основном Я думаю Когда команда Терпит ряд поражений Как был у них в первой лиге Соответственно Какие-то лидеры Могут быть Игроки Потихоньку Расходятся по командам Тяжело Испытывать большую часть В сезоне Поражений Чем победы Естественно В какой-то момент Им не хватило Где-то мотивации Моральные Качества Начинают сдавать И вот Остался В принципе Тот костяк Которым Наверное Они играют Тоже Достаточно длительное время И получается Они вроде как Зашли и пасили Многие коллективы И обыгрывать А получается Что Видимо Слабая скамейка И этого не хватило Потому что Смотри на результаты В роли Городок неплохо начал Потом все ниже 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 И практически опустился Где-то балансирован С командами Аутсайдерами Которые вот Только поднялись Третьей лиги Им тяжело И тут Городок Ну неожиданно это было Ну согласен да Обычно команда Которая спускается С первой дивизиона А первый дивизион Все-таки у нас Мы отмечаем Очень сильный Да И любая команда Оттуда спустись во второй Была бы априори фаворит Городок Немножко опровергает Тут Хочется матч первого тура Вспомнить Городок 17 Первая же игра С дублем Успенского Чемпионат вышки еще не начался Приехали Корчагин Все И Городок 17 Получил 17 То есть там было 0.17 Может быть Вот это как-то шокировало команду Я с Андреем Борку там разговаривал С руководителем Он сказал что у них в принципе состав не меняется Это же команда военного городка Городок 17 Это же обозначение Населенного пункта Там ребята военные играют У них состав практически не обновляется То есть там вообще новых людей нету Если мотивацию находили в первой лиге Да где-то биться То есть здесь уже Еще сложнее Собирать команду Как у команды Виктория Вот В 2А Ну С одной стороны Да, Максим А с другой стороны Чем мне мотивация выиграть Ну конечно Самая главная мотивация Приедете выиграть Там 20 матчей Как импульс например И потом Я пойму что там Расслабился неинтересно Да там не собираешься А когда ты Проигрываешь Ну 18 заглатываешь Да Ну как бы мотивация должна быть И хотя бы Себя стряхнуть Как минимум Ну на вторую лигу Уже тяжелее Людей уговаривать Приехать Это Совершенно точно Тем более что там Сразу же Новая Москва С Аланьей Такой темп задали Даже в большей мере Новая Москва И вот уже трудновато Выиграть Даже 2Б Ну вот Кстати говоря Если посмотреть На турнирную таблицу То Там Единственная цифра 0 Это у городка По забитым Пропущенным мячам 87 забит 87 пропущено Городок 17 Ну Да Простит меня команда Пока нулевой Да Потому что Все таки Я тоже знаю Городок Это команда Которая Показывала Вполне Всегда Достойные результаты И всегда Шла Ну где-то вверху Порол за места 16 место Слабый показатель Слабый Да Слабый Но с другой стороны Она же Не отда сюда к нам пришла Тоже Новая Москва Мы сейчас Поговорим еще Но они все-таки наверху Нужно подтягиваться Подтягиваться Чтобы не выводать На фоне тех команд Которые пришли вместе с тобой Согласен Что еще Отметить Весенний призыв Спасибо Извините Я бы отметил Нахождение внизу Турнирной таблицы Это Олимпик Коль Олимпик Что скажешь Да Олимпик В этом сезоне Терпит небольшие изменения У них Произошла ротация состава То есть Они На первый тур Приехали Ну в своем виде Котором они Привыкли играть Потом у них пошел Отток лидеров Который там Егор Курманов ушел Петру Папецку Тоже Ну те люди Которые в принципе Деливали результат Опытным ветеранам Достаточно было Снабить их мячами Чтобы те уже Реализовывались Моменты Несколько игр Может быть так Попался соперник Когда Олимпик Не смог Перебороть эти команды У ребят Как бы Амбиции Стали чуть выше И они решили Сменить обстановку Что-то разнообразить И соответственно Олимпик Начал находиться в поиске Каких-то новых решений Пока эти поиски Шли Соответственно Команда Раз в раз Начинала терять очки Сейчас мы видим Что большинство состава Это Бывшие игроки Было от команды Западный легион И в принципе Большой такой пачкой Они с юго-запада Переместились Под знамена Олимпика И сейчас вроде смотришь Команда выравнивается Опять же С дублем атлетики 5-2 Когда клуб На протяжении 6-7 матчей Просто не знал Не то что Радости побед Даже за ничью Не был шансов зацепиться И тут Атлетика Щедрая На подарки Можайскому И Олимпику По три очка Старым знакомым Старым друзьям Но тут надо заметить Что все Самое лучшее новое Это хорошо забытое старое Олимпик вернулся К своей схеме Вернулся к ветеранам На которых опирался Долгие годы Я их кстати Перед матчем поздравил Еще раз поприветствовал Сказал что Мы очень рады Всегда встречаться с командой Которая является Двукратным чемпионом Запада Да Олимпик первые два чемпионата Выиграл Мы никогда про это не забываем Вот еще раз их поприветствовал Ну и Олимпик действительно Команда западного легиона Она на секундочку В премьер лиге играла Запада Да И в первой лиге Она очень крутая была Поэтому те ребята Которые западного легиона К ним присоединились Тоже Знают как в футбол играть Ну и вот Укатали нас Сыграли от обороны Я был удивлен Какое движение Показали Вася Тищенко И Андрей Чеботарев Которые у нас В студии здесь присутствуют Да До сих пор они в форме Им там за 40 уже Да там далеко К 45 наверное Да 45 уже такой рубеж Вальзаковский возраст Для футболистов В ЛФЛ Возраст не покорен Это надо помнить Да Да Максим знает Имея в своем активе Нападающего Которого уже там за 50 Да Ну и два Оноре Бальзака сказали Атлетики Нака Вот так что Опять два без вариантов Чуть так поднимаемся вверх Коль Твоей команде Тоже пару слов Вот Было поражение От партизана В этом туре У вас такая Тоже разделяет Несколько позиций Там Но при этом Если конкретно Вы должны были по идее Набирать очки Но При этом как стартовали здорово Так форум как шел Да Ну как я рассказывал в том году У нас мы были не готовы к сезону Потому что подходили с рядом проблем У нас череда травм была И кстати партизан Сейчас в зеркальную ситуацию Они подошли Я разговаривал с Алексеем Сайковым Он говорил что в начале сезона Тоже Какая-то катастрофическая ситуация Куча травм Там ребята С длительными периодами Вы были Но сейчас они набирают форму Вот с нами они сыграли Это боевая команда И если бы Не знаю Не к паузе Чуть месяц назад Они бы давно поднялись Наверное В середине таблицы точно Поэтому У нас был достаточно сложный матч Я говорил что Это будет упорный поединок Мы партизан не обыгрывали В том году мы с ними Один раз мировую расписали Второй раз проиграли Угу И Ожидал что будет Такая достаточно плотная борьба Но к сожалению Мы привезли Сами себе Там Много ошибок Три мяча Это точно Подарки были Когда Мальчик Перепрыгнул через нашего игрока Плюс Пенальти поставили И свободные Когда скатили в артарю Он взял мяч в руки Как бы И Судья уже на леночке Но там не забить Как бы это Процент Наверное 99 Что ты забьешь Чем Один не забьешь И вот в этот Ненужный период Когда нам нужно Ну Не надо было пропускать эти мячи Мы К сожалению пропустили Партизан стал играть по счету Их все устраивало Мы Не нужно не открываться И там Последние четвертые Пятые голы Это уже Ну добивание Потому что терять нам было нечего Либо мы смогли бы там Уйти от поражения Либо Проиграть более крупно Мы проиграли более крупно Ну тут Как говорится Пан или пропал Да Риск был оправдан Но он Как говорится не сыграл А что касается Нашей команды К этому сезону Мы пришли подготовлены У нас были В межсезоне Проведена нет Трансфера политика Мы закрыли проблемные места Плюс восстановились наши игроки Которые поломались И сейчас Ну тоже У нас немножко Пошло там Шатковалка Мы вот То выигрываем То проигрываем И я думаю что Нам нужно Либо опять время Чуть-чуть наиграться Тем составом Который Чуть-чуть подзабылся у нас Либо нам просто Нужно отдохнуть Потому что мы играем еще В мини футболках И на два фронта Ну тяжело как двигаться Одним составом Ну да Ну вот Давайте посмотрим на середину Турнирной таблицы Это Скифа Феникс Рубикон Бородино Такие Крепкие середняки Что можно сказать о них Тех Кто делает уровень Лиги Стабильным И сильным Ну да Достаточно хорошие коллективы Бородино У нас штук забил Сейчас вклинился В тройку Бомбардировал Это как вообще Как он успел Меньше По-моему Всего Сложением Они сыграет Забил Он с кем помешается Судя по счету Назад Как мы видим Шоколадные В конце В конце чемпионата Да Не секрет Что дубль не может никуда выходить Да Но нам бы конечно Хотелось бы очень Завелять медали То есть задача у нас Попасть в тройку Как уж там будет Турнир выглядеть второго круга Мы не знаем Но хотим конечно Вот Такого результату достичь Кстати индивидуальную дуэль Роме Долженко Я проиграл Потому что он Гол забил А мне удался только ассист Поэтому Здесь меня Рома победил Максим Ну ты же сам говоришь Что тебе это неинтересно Тебе интереснее Отбирать Разрушать И так далее Правильно? Ты сделал подкат Ты свою Вот эту жажду удалил Футбольную Ну кого-то зафалил По-моему По ногам настучало Ну это самое главное Ты кстати говоря Спускаешь из основной команды В дубль кого-нибудь Вообще практика присутствует Только Только когда у нас не хватает Человека Ну то есть просто Позиция провисает какая-то Да Ну у нас так в основном Составе не хватает Толком людей Там по 8-9 человек Приезжают на игры Поэтому я не трогаю их Нам в принципе Хватает старой обоймы Чтобы играть дублем В 2Б Коль как ты относишься К дублям И надо ли спускать Из основной команды Да На помощь Или может для игровой практики И так далее Как это относится в дивизионе Может быть Получается обратную связь Ну в целом Я высказал уже свое мнение По дублям Как бы я Ну не очень поддерживаю Такие решения Что касается дубля Играть им или не играть И в каком дивизионе Как бы это Я пусть оставлю Как бы на рассуждение Регламента Так он есть Так он пусть и будет Но с другой стороны Как бы мы видим Что это не только в любительском Но и в профессиональном спорте Есть как бы Краснодар 2 Зенит 2 И спратак 2 И пожалуйста А не играть дивизионом ниже Но у них нет права выхода Там поравняться Чтобы с основной командой Вопрос о спуске игроков Спуск игроков Ну в какой-то момент Они конечно имеют преимущество Перед другими Потому что Когда у тебя В заявке там не 25 А 40 человек Выпали все-таки Попроще бы собрать людей на матч Потому что ну и 25 это много Но здесь еще какие-то дополнительные бонусы имеются Да ну половина там мертвые души могут быть Из этих 25 Об этом мы не знаем Главный матч Который был В выходные Как вы наверное Уже Догадываетесь Да Какой матч я говорю Да Успенская Привлекала как раз Основных игроков Свою команду Дублирующую Вот И спокойно они повели в счете Говорят 3-0 Кого выше вперед Потом далее как раз Ну вроде счет комфортный Позволяет Вот Но пахта к обнировке В десятках мы видим как бы дебютант Орвется тоже к медалям И Они взяли и сравняли Игру Потом вроде Успенская стала Снова Использовать своих основных игроков И снова стала Выходить вперед Как бы Там еще два мяча Себя обеспечила Разница И снова посадила Игроков основы Выпустила опять дубль Ну вот тут пахта Снова включилась Раз позволяет Соперников играть Будем играть Ну в этот раз Они уже Видимо адаптировались К тому Присмотрелись Кого нужно держать И как разобрать соперника И уже не позволили Снова выйти вперед Коба И довели уверенный матч Коба там С разницей в три мяча Восемь пять Победа пахты Вот А между тем то Успенская Успенская был ближайшим Председателем И если бы она там Выиграла Она уже обходила пахту Вот как интересно Что вообще Успенская Изначально Основной Успенской Должен был играть Матч с Альбионом А Альбион не смог Не сумел собраться И соответственно Для того чтобы не терять Игровую практику Они были направлены В Успенскую дубль Но даже с Корчагиным Акименко играл Спиринс Да Не удалось набрать очки И пахта Наверное С высоко поднятой головой Может собой гордиться Действительно Это матч тура И 13 забитых мячей Да Максиму не нравятся Такие счета В очередной раз Ужас Ужас Но тем не менее Для зрителей Это было одно удовольствие Поэтому Победа пахта Она заслужена? Да я считаю Команда показывает Образцовый командный футбол Это действительно Ну если можно сказать Что эталон Этого сезона Ну сезона Не одна она Но тем не менее Как бы У них есть свой стиль Который они придерживаются И Из матча в матч Как бы они спокойно набирают очки То есть А дальше Сколько ошибается соперников Это еще проще Им создает условия Для того чтобы Одержать победу очередную Я думаю Пахта выйдет В первых дивизион Сто процентов Потому что они Я тоже не сомневаюсь Каких-то форс-мажоров Не случится Ну всякое бывает То Играя в ровном темпе Они уверенно дойдут До первых дивизионов Классный футбол Показывают Комбинируют Забивают много И при этом мало очень пропускать 37 всего же Пропустили за 20 матчей Это в условиях Второй дивизионы Это реально мало То есть команда Сильная У нас тоже Мусаев был В гостях Да И он говорил Что такая задача стоит Я думаю Потому что Пахта Это один из явных Претендентов На повышение Ну а пока У нас первую строчку В турнирной таблице Занимает Новая Москва Выходит из первого дивизиона Который возвращает Свои наверное Позиции Рвется наверное Обратно В эти выходные Он играл Против Альтерона Там Ну наверное Интриги как таково Не получилось 7-1 Новая Москва Обыграла Забитый голубь Вы сейчас видите На своих экранах Но По Новом Москве Вот так На вишенку На торте В нашем сегодняшнем Разговоре Явный фаворит Новая Москва Ну не явный Но один из Я бы так сказал Потому что Есть команды Которые Новая Москва Я думаю что Просто больше сохранила свой костяк Которым они играли В первом дивизионе И Возможно у них просто Не пошло там И как мы видим Что Идя на первом месте Нынешний второй дивизион Это Не их уровень Кабы им надо выше И они готовы Попробовать это второй раз Сделать Если вдруг Алания там Терпела Изменения О чем Я в статье своей высказывал Иван Живой мне Рассказывал Будет что Какие-то там Игроки разошлись Нужно было немножко Адаптиросы Мы к этому были готовы Что часть очков мы потеряем Кабы Потом будем наверстывать Так оно и получается Как мы видим сейчас То Новая Москва Она играет Ну наверное привычно Все-таки составом И На неудачу смотрел Кабы Ну Довольно проще Городок Мы видим Кабы Впал в некую депрессию Можете Так выразиться Потому что мы видим Сейчас позиции у него Достаточно Низкие Новая Москва Стабильна Она обыгрывает соперников Которые ниже классом Там без шансов На какие-то Даже Альтерон Я рассчитывал что Он наверное все-таки Забьет побольше Потому что у Альтерона В этом году Достаточно сильная атака И Конечно У них один нападающий Перешел В Макарену Видимо Роман Забрал его себе Ну конечно Там Тарас Больше рулит Всей трансферной политикой А так У них есть Лидер тоже свой Там Сергей Новиков Он тоже давно В ФЛ Начиная с 2002 года И когда он приезжает Как бы то Игра команды Разнообразнее становится И они спокойно Могут так же Переигрывать Ну В этом случае В этом матче Ему не повезло Немножко Коль Ну и давайте посмотрим На календарь Дивизиона 2Б Ну вот собственно Что мы видим В 21-22 туре Второго дивизиона Есть ли какие-то Интересные игры Но я бы отметил Наверное Москва Атлетика Д Это будет Ну если можете сказать Матч туру Потому что Обе команды на вершине Разрыв между командами Относительно небольшой Поэтому Это наверное Главная встреча Которая притягивает Наибольшее внимание Остальные Ну команды У нас Позволяют Команды дают нам Удивляться Из туру в туру Потому что даже вот Прошедший Викенд Который был Там несколько неожиданных Результатов Случилось Когда там Сердняки Сколько он сможет Команды Чуть Чуть не в зоне Прямого вылета Если бы был Третий дивизион Что касается Кубковая мачка В нормальный полноценный сезон Я думаю Что это Хорошая схема Ну а дальше там уже Кто пройдет покупку Там уже лотерея При этом Команды сохраняют С собой очки Которые они сейчас Набрали Чтобы попасть в одну В верхней части Вот эту девятку Или остаться внизу И плюс Очки Которые набрали Соперниками В своих группах Сейчас Они тоже должны Учитываться на втором этапе Таким образом Как бы это Дает мотивацию О том Чтобы команды Там не считать Кому можно проиграть Кому сейчас выиграть А надо стараться Набирать очки в каждом матче Которые пойдут в общий зачет Соответственно Второй Возьмем эти 18 команд Они могут объединиться Там в золотую группу Отыграть Часть коллективов Попадет У нас в первый дивизион Как там Ну сколько будет переходить команд Я не знаю И пускай Часть команд Которая находится внизу Отправляется В серебряную группу Которые Которые Коставшимся командам Таким образом Будет мотивация И у тех Чтобы кто попал В золотую группу Внизу Не отсиживаться А также бороться Навязывать борьбу Чтобы был хороший Плотный дивизион И по итогам сезона Тот остается во втором дивизионе А кто-то уже уйдет в третьем дивизионе Соответственно С теми командами Которые ставятся Там по 16 клубов Их можно поделить Пополам И смешать Так же С другими 16 командами С того дивизиона У нас получается Две серебряные группы Они также играют с командами С которыми не играли С соседнего дивизиона Но просто В отличие от золотой Это будет не одна А две группы И таким же образом Часть команд Будет попадать уже На следующий сезон Во второй дивизион А остальные Остаются внизу В зависимости от Поведения коллективов Как будет складываться На следующий сезон Мы будем иметь возможность Если вдруг Букин причин Опять большой Будет отток Команды Мы сделаем Один третий Дизион Но если будет Прирост команд И видят Что у нас комфортно И нравится Всем играть Плюс То что коллективы Сейчас и освещаются Как бы все Группы захватываются То мы можем Так же наращивать Две группы И у нас получатся Полноценные Дивизионы И к тому же Нормальный Календарь Не по 26 команд А по 18 20 Что в принципе В рамки Осень-весна Успеваешь Даже время Останется Межсезонные турниры И соскучиться По футболу Вот Такое приложение От Николая Ворова Но я думаю Что в ближайшие Недели Наверное Уже Наступит ясность Да Как По крайней мере К марту месяцу Когда мы еще Не закончим Даже первый круг Мы уже будем иметь Представление Что будет Что нас все-таки Ожидает во втором Ну вот так вот Надо чтобы Подписал нам Российский футбольный союз Это предложение И можно тогда Воплощать его В жизни Ну а сегодня В студии был Николай Воров Максим Киселев Михайлов Меркулов На этом Передача подошла к концу До свидания Увидимся На неделю Играйте в футбол Пока Продолжение следует... Продолжение следует...